Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме, как о происхождении человеческого рода об Адаме и Еве, но прежде чем начну беседовать с вами на столь интересную тему, хотел бы вспомнить одну сказку, которую любят рассказывать друзьям своим друзьям, иностранцам, приезжим, и я еще один раз услышал эту сказку, когда был в Канаде, от великого канадского баритона Луи Квилику. Сказка гласит следующее, когда Господь Бог распределял земли, грузины в этот момент пили вино, естественно, и опоздали на встречу с Богом. Но на следующий день, уже после того, как все встречи были отменены, грузины пришли к Богу и сказали, Господь Бог, вот мы пришли за землей, он сказал, нет, 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 вы опоздали, вы, значит, гуляли, а они пришли ко мне, поэтому никакой земли. Но, Господи, сказал Тамада, мы, говорит, так гуляли, но мы тебя восхваляли, мы пили за тебя, ты единственный и всемогущий. Тогда Господь смилостивился и сказал, ладно, тогда, говорит, я вам отдам ту часть земли, которую я припрятал для самого себя, и отдал, значит, грузинам Грузию. Почему я рассказал эту сказку, ну, а, как вы знаете, сказки всегда есть какой-то подтайной смысл, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок. Сейчас же хочу перейти к тому, что мы знаем о происхождении Адама и Евы, что мы знаем из библейских книг, и были ли они первыми людьми на земле. Тут я не собираюсь спорить с учеными мужами или богословами, я просто буду приводить некоторые мысли, отрывки из Библии и мысли такого человека, как фактически первый антрополог Блюменбах, который интересно исследовал этот вопрос. Почему белая раса называется кавказской и другие темы, которые связаны с происхождением человека. Начнем с того, как Библия описывает создание человека. Часть первая. Согласно традиции иудаистской, христианской и мусульманской, Ветхий Завет является священной книгой всех этих трех религий. К ней можно относиться как к дословному документу или символическому документу, это все в зависимости от того, верите вы или не верите вы в какие-то определенные факты, указанные в Библии. Несомненно, это является историческим документом. Многие считают, что Тора сама была заимствована из писаний и верований древних шумеров. Об этом говорил даже известный раввин, утверждал, что фактически все основные постулаты Торы были взяты из или от древних шумеров. То есть мы относимся к Библии или как к историческому документу, или как к сказке. Во всяком случае, мы не можем отбросить этот важный документ как нечто, совершенно не имеющее под собой никаких оснований. Так вот, давайте начнем с сотворения мира. Давайте откроем, если у кого есть Библия, Ветхий Завет, первую главу Бытия, где описано сотворение мира и человека. Вот вам Библия, первая книга Моисеева, Бытие, глава первая, параграф двадцать третий. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу их, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, параграф двадцать шестой, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил он. Это надо очень серьезно задуматься, так как позже, во главе второй, когда Господь Бог закончил все творение, в некоторых изданиях написано, что это было на седьмой день, когда Он сотворил Адама и Еву. В этой Библии просто мы можем это увидеть по последовательности. Здесь не сказан день, но во главе второй Бог благословляет седьмой день. Что мы слышим в седьмой день? Глава вторая, параграф третий. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо волны почтил от дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, и в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Пункт седьмой. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». В общем, и так далее, и тому подобное. Потом, значит, создал Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел его к человеку. Это уже пункт 22, глава вторая. Ну и потом глава третья говорит о соблазнении змеем Евы и изгнании Адама из рая. Что надо тут отметить? Хотя это не доказывает в данный момент, что Господь Бог сотворил два типа человека. Вначале Он по образу и подобию указывает четко в пятый день. И затем на седьмой день, то есть в воскресенье, Он творит Адама и Еву из праха земного. Надо сказать, что по древнееврейскому Адамах – это значит земля, а Ева – значит жизнь. И вот мы задумываемся, создал ли Господь Бог, согласно Библии, естественно, двух типов людей. Мы могли бы отнестись к этому довольно-таки легкомысленно, если бы не следующие главы, где четко указано на то, что различаются Сыны Божии от Сыны Человеческих. А также упоминаются некие Исполины. Сейчас я вам приведу эту главу. Из главы шестой «Бытия» можно предположить, что Господь Бог сегрегировал разные типы человечества. Сынов Божьих от Сынов Человеческих и других. Откуда мы это видим? Глава шестая. «Великое развращение человека перед Богом». Вот смотрите, глава шестая, пункт второй. «Тогда Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле Исполины. Особенно с того же времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, они стали рождать им. Это были сильные, издревле славные люди». То есть тут мы видим еще существование неких Исполинов, которые генетически были практически тоже как бы людьми, но отличались огромным ростом. Мы видим, что Библия утверждает о том, что на земле в то время были Сыны Божьи, Сыны Человеческие и некие Исполины. И вот их смешение этих разных видов не понравилось Господу, поэтому Он установил возрастной ценз для человека. Вы можете мне возразить, но вот вам, несомненно, документ, который абсолютно четко показывает о различии разного типа человека, сотворенного Господом Богом. Кстати, очень интересно и в Новом Завете, вроде бы так невзначайно, Иисус Христос называет Себя Сыном Человеческим. Почему бы Он назвал Себя Сыном Человеческим? Ведь это очевидно, что Он, согласно христианской традиции, Он Сын Божий. Он родился от Бога, от непорочного зачатия Марии. Однако Он называет Себя Сыном Человеческим. Так как Он был потомок Давида, то Давид был в свое время потомком Адама. Мы видим, что именно Адам является родоначальником рода человеческого. И тут, конечно, опять некие противоречия. Тем не менее, вот есть такое и в Новом Завете. То есть четко как-то различаются понятия сынов Божьих, сынов человеческих и исполинов. Кстати, здесь ничего не сказано о создании ангелов, которые ниоткуда появились. И многие толкуют, что сыны Божьи – это есть ангелы, а сыны человеческие – это есть как раз Адам и Ева. Но это тоже интерпретация, с которой можно поспорить. Еще одно доказательство того, что помимо созданного Господом Богом Адама и Евы существовали другие цивилизации, другие народы, мы находим в том же Бытие главе 4. Все вы знаете хорошо историю про то, как Каин убил Авеля, это перворожденные сыновья Адама и Евы, Каин и Авель, за то, что он был наказан и сослан. И вот мы читаем главе 4, пункт 16. «И пошел Каин от лица Господня и посвелился в земле Нот, на восток от Эдема, и познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город». И так далее. То есть, мы видим, что в Библии не упоминается ни о каком потомстве Адама и Евы, кроме Каина и Авелины, в данный момент. Тем не менее, Каин уходит в землю Нот и познает там жену свою. То есть, он мог познать только женщину, которая была частью другого народа. На это есть объяснение, попытки объяснить это тем, что на самом же деле у Адама и Евы было потомство, у них были дочеря, о которых не упоминается в Библии. И Каин познал фактически свою родную сестру. Но это объяснение спекулятивное. Потому что, во-первых, в Библии очень хорошо упоминается о рождении дочерей и все потомство Адама после Каина и Авели. И ничего не сказано о никакой сестре Каина. Поэтому тут мы можем очень уходить вдали и пытаться доказать ту теорию, что нет, все-таки Адам и Ева были первыми людьми. Но это чистые спекуляции, на мой взгляд. И я тут исхожу, читая саму Библию. Я не ухожу куда-то в какие-то другие древние тексты. Именно Библия. Почему вообще возникает вопрос, почему мы заглядываем в Библию, читаем ее? Меня всегда очень удивлял тот факт, что люди, ну, неординарные просто верующие, но те, которые ходят в церковь и в основном, в принципе, знают только основные постулаты. Но и сами священники очень часто не знают Библии. По-видимому, Библия, как в свое время нам в школе преподавали того же Толстого, Достоевского, нам не давали читать оригиналы, нам давали некие вырезки и даже указания к тому или иному характеру этой пьесы или романа. Какие они есть, почему они такие, вот этот плохой, этот хороший. То же самое в современных семинариях будущих священников, в принципе, учат не читать Библию, а знать основные постулаты веры, хотя бы вот тот постулат о том, что Адам и Ева были первыми людьми. И они не интересуются Библией, они не заглядывают в первоисточник. Они просто на веру это принимают, а, естественно, простые верующие, куда уж им до чтения Библии, священник и так знает все лучше. А если их спрашивать о вот таких каких-то деталях, их же священной книги, которую они должны знать, то часто они отвечают это «пути Господни неисповедимы». Но это всегда прерогатива, так сказать, людей, которые не знают ответа. И если им задаешь сложный вопрос на религиозную тему, они говорят «пути Господни неисповедимы». Кстати, интересен тот факт, если мы вернемся в бытие о сотворении человека, а мы смотрим, и я повторяю то, что я уже сказал ранее, и сказал Бог, глава 1, пункт 26, бытия. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими». Почему здесь употребляется множественное число? По образу нашему и подобию нашему, а не почему не по образу моему и подобию моему. Ну, опять-таки, здесь можно спекулировать и объяснить это тем, что как бы была форма такая, выражение даже к царям. Цари говорили «мы», а не говорили «я». И в данном случае Господь Бог использует нашему, не в смысле того, что их было много, а в том смысле, что это просто была традиция такого уважительного отношения к самому же себе. Но это спекуляции, потому что если мы все-таки считаем, и многие еврейские раввины, исследователи Библии говорят о том, что практически Ветхий Завет есть суть заимствования от шумерского эпоса, то мы как раз именно в шумерском эпосе сказано, что... Вот там немножко запутанная история, правда. В одном случае говорится о том, что людей создавали как бы двое, а в следующем эпосе говорится, что его создавал только один. Но аналогии очень близкие. Согласно шумерам, боги пришли с невес на огненных колесницах. И они были смертными. Правда, жили очень долго, до трех тысяч лет, до пяти тысяч лет, в отличие от населяющих землю людей. И использовали людей как рабов. В общем, вот такая вот была ситуация в шумерском эпосе. И те, кто верит в инопланетное... Практически в инопланетное существование богов или в их происхождении, то эта версия очень хорошо ложится на логику того, о чем мы сейчас говорим. Надо еще заметить то, что Ягова, значит, бог древних евреев, Яхва Ягова, был племенным богом до определенного периода, до пленения Вавилоном евреев. И потом, значит, как бы он становится всеобщим богом, который создал все и всех людей. И мы можем тут провести такую аналогию, что, в принципе, бог, о котором говорят в Ветхом Завете, является неким таким племенным богом, создавший какую-то определенную группу людей. То есть это была часть, может быть, высокой технологии того времени, тех богов. Боги по шумерской традиции являются тоже смертными. То есть они не являются неким духом святым, который живет до возникновения и после возникновения всего живого. То есть здесь конкретные боги, они являются живыми существами, которые пришли из другой планеты. И, конечно, эти теории тоже существуют, но факт остается фактом, что Адам и Ева были не первыми людьми в том понимании, каком мы думаем, они были конкретно, как говорил Блюменбах, родоначальниками белой цивилизации, которая возникла на Кавказе. Вот что говорит эпос древних шумеров о том, как Мордук создал человека. Это очень похоже с тем, что говорит Библия о создании человека из земли, то есть из глины. Посмотрим, что пишет об этом эпос. Земля оживилась и наполнилась радостным шумом, но Мордуку это казалось мало. Он задумал великое дело. Захотел он создать существа, напоминающие богов своим обликом и своим разумом. Он зарезал сферепого Кингу, супруга побежденной Тиамат, смешал его кровь с глиной и вылепил первых людей. Во всем они уподоблялись богам, но были слабее их, и время жизни их было ограничено. Состарившись, они должны были спускаться навсегда в страну без возврата. Мрачный подземный мир, оставив на земле детей и внуков для служения богам. Вот такая вот история. А теперь пойдем дальше. Попробуем выяснить происхождение Адама и Евы, и как на это смотрели ученые, как 17-18 века, основатель антропологии Блюменбах, Фридрих Блюменбах, который первый разделил человеческий род на пять раз и считается по праву основателем антропологии. А также современные находки в мире о том, откуда произошел человек. Те, кто из вас знает иностранные языки, ну, например, английский или французский, наверное, задумывались над тем, почему белый человек по-английски звучит как «Caucasian», а по-французски звучит как «Caucasian», и есть ли связь Кавказа с этим словом. И, значит, проведя свое небольшое исследование, я понял, что происхождение белого человека, как это было в теории Блюменбаха, было именно кавказское. И поэтому белую расу он назвал кавказоидами. Ну, тут все вроде бы ясно. И как-то я помню, одна моя знакомая из Канады, русская по происхождению, она попала в роддом, ну, попала, значит, рожала ребенка, и вдруг увидела в бюллетене, что написано, что она кавказская. Я говорю, почему, говорит, мне написали кавказский? Я объяснил, что кавказский не значит кавказский, а значит белый. Но вот тут, несомненно, есть связь от, так сказать, классификации самого великого антрополога и практически основателя антропологии Блюменбаха и его теории о происхождении белой расы. Ну, мы знаем, что белая раса также еще называлась арийской расой, была объектом интереса очень многих антропологов, так как некоторые российские теории утверждали, что белая раса является, так сказать, master race, то есть главной расой, которая должна доминировать над миром. надо разочаровать расистов и сказать, что в этом случае белую расу согласно теории библейской, согласно теории Блюменбаха входили также и арабы, и евреи, то есть все семитские нации, ну и также те, которых мы традиционно считаем белыми. теория и многие другие теории вынудила многих исследователей в области рас искать происхождение белого человека или происхождение ариев. Тут надо сказать, что некоторые теории относят происхождение ариев к древнеиндийским высотам, то есть где-то в Гималайской части, а некоторые относят к Кавказу. И вот так печально знаменитые немецкие исследователи, которые работали в пользу Третьего рейха, они еще до войны посылали свои делегации на Кавказ и также в Гималай, чтобы, так сказать, найти происхождение белого человека или арийской расы. Надо сказать, что Блюменбах был не теоретик также, он был на Кавказе. И Блюменбах считал, что кавказская раса самая красивая белая раса на свете, видимо, поэтому он и предположил эту теорию, что белые люди произошли на Кавказе. Ну, во всяком случае, верна ли его теория или нет, мы можем проверить хотя бы по недавним исследованиям, хотя бы по Дмониси, когда в Дмониси были найдены скелеты и черепа древнейших людей, считается, после африканского, значит, происхождения, считается, что африканский человек был самый древний, а, значит, были найдены, кстати, очень многочисленные захоронения. Тогда, когда в Африке были найдены всего, по-моему, два или три скелета, то в Дмониси целое поселение, которое датируется одним миллионом восемьсот тысяч лет. То есть вы сами понимаете, что эта находка как-то может быть связана с происхождением человека, белого или черного, неважно тут, но, несомненно, связана. Совершенно недавние находки, сейчас я не могу привести цитату, которую совершенно новые, значит, расу нашли люди, опять-таки в Грузии, где они уже датируются гораздо более ранним периодом, чем африканский человек. Вот тут надо задуматься, является ли теория Блюменбаха истинной, подтверждается ли она, на самом деле, современной антропологией и археологией, или же это просто догадки. Ну, мы ничего определенного, конечно, не имеем до конца, чтобы сказать определено, что это именно так. Может быть, через лет 50 где-нибудь в Южной Америке найдут еще более дреневого человека. Мы не знаем. Однако, вот на современном этапе исследования мы можем прийти к выводу, что человек белый или не белый, во всяком случае, как это утверждает Розенбах, кавказоид был именно обнаружен на Кавказской земле. И это подтверждает факты. Самое интересное, если прочитать Википедию, то там тоже сказано, что грузины были первыми людьми, белыми людьми на земле. Более того, сам Блюменбах делает такое дерзкое предположение, что Адам и Ева были грузинами. Ну, конечно, я знаю грузин, особенно моих друзей, которые скептично относятся к таким высказываниям. У них нет такого, может быть, лжепатриотизма. Я помню комментарий на одном из моих постов, такой с юмором, что теперь швейцарцы должны у нас чистить мусор и убирать за грузинами. А грузины должны быть во главе всех. Но, во всяком случае, тот факт, что грузины почему-то особенно не заинтересованы этими фактами и принимают их скептически, тут я могу позавидовать армянам, конечно. Если бы нечто такое было сказано об Армении, об армянах, конечно, об этом знал бы сейчас весь мир. А мы вот грузины сидим так тихо, потруниваем над этой информацией, считая, что все это чепуха. То, о чем я сегодня говорил, не является отсебятиной. Я вам привел цитаты из Библии и цитаты из статьи Блюменбаха. И вы можете это все проверить. Я вам дам ссылки. Какие выводы из этого можно делать? Короче, все вы, ребята, произошли от нас, от грузин. Вот. И евреи, и арабы, и прочие нации. Ну, кроме, может быть, негроидов. Вот. Так что, учтите это на будущее. Но всего доброго. Это, конечно, шутка. Надеюсь, вам понравилась моя передача. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова